Всем привет! Вы на канале Возьмись за ум. Думаю, каждый из нас помнит своего первого учителя в школе. Вспоминая о школе, сразу в памяти всплывают моменты, как мы сидели за партами, а учителя нам старались передать свои знания. Так давайте вспомним великих учителей, которые подарили нам мир знаний, ведь мы должны знать их в лицо. Вам необходимо будет отгадать фамилию и имя великого педагога по фотографии. Николай Иванович Пирогов, русский хирург и ученый-анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии и основатель русской школы анестезии. Константин Дмитриевич Ушинский, русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России. Педагог стремился сделать образование доступным для народа и боролся со стереотипом, что учеба – это привилегия избранных. Он посвятил много времени составлению таких детских книг, как «Детский мир. Родное слово». Огромное значение имеет работа Ушинского под названием «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Это сочинение переиздавалось более 10 раз и до сих пор широко известно среди педагогов. Лев Николаевич Толстой был не только великим русским писателем, но и великим русским педагогом, теоретиком и практиком школьного, в особенности начального образования, создателем знаменитой Ясно-Полянской школы для крестьянских детей, редактором и главным автором одного из первых в России общественно-педагогического журнала «Ясная Поляна». Петр Федорович Каптерев – российский и советский педагог, а также психолог. Является основоположником отечественной педагогической психологии. Он разрабатывал идеи дошкольной педагогики и семейного воспитания, дидактики, истории педагогики, педагогической психологии. Под его редакцией была создана первая в России энциклопедия семейного воспитания и обучения. Надежда Константиновна Крупская – советский партийный и общественный деятель. Занималась организацией пролетарского юношеского движения. С 1917 года Крупская являлась членом Государственной комиссии по просвещению. Выступая в печати по вопросам образования и воспитания, Надежда Константиновна раскрыла сословно-классовую сущность Школы Царской России и наметила пути развития новой школы. Школы, которую следует создать после победы пролетарской революции. Разъясняла ленинские принципы связи школы с политикой, В практической деятельности и в педагогических трудах Крупской воплощена ленинская программа воспитания нового человека – активного строителя социализма и коммунизма. Антон Семенович Макаренко – советский всемирно известный педагог и писатель. Выдающиеся достижения в области воспитания и перевоспитания молодежи и подготовки к ее дальнейшей успешной социализации выдвинули Макаренко в число известных деятелей русской и мировой культуры и педагогики. Василий Александрович Сухомлинский – украинский советский педагог-новатор, детский писатель, создатель педагогической системы, основанный на признании личности ребенка высшей ценностью, на которую должны быть ориентированы процессы воспитания и образования. Педагог говорил, что важно поощрять успехи ребенка, вызывать в школу родителей за хорошие поступки, делать об этом в запись дневнике. Воспитание должно быть без наказаний. Педагог выделил несколько потребностей ребенка – материальные потребности, потребность познания, потребность человека как носителя духовных ценностей. Аристотель – ключевая фигура в развитии педагогической науки. Он одним из первых сформировал методику обучения детей. Согласно ей, ребенка нужно с ранних лет воспитывать как разностороннюю гармоничную личность. Аристотель был убежден, что разум детей от рождения чист и прозрачен, поэтому им нужно давать максимум знаний из самых разных областей. Именно благодаря ему в числе обязательных знаний, кроме точных и гуманитарных наук, появились физкультура, рисование и музыка. Аристотеля можно назвать основателем системы государственного образования. Частных учителей философ не жаловал и считал, что дети обязательно должны ходить в школу и учиться вместе. А до тех пор, пока детям не исполнится 7 лет, забота о воспитании должна была ложиться на плечи их родителей. Мария Монтессори стала первой женщиной в истории Италии, получившей медицинское образование. И наряду с Антоном Макаренко названа ЮНЕСКО-учителем, повлиявшим на систему образования 20-го столетия. Во время обучения и медицинской практики будущая создательница известной сегодня во всем мире методики Монтессори уделяла пристальное внимание проблемам развития и адаптации детей, имеющих проблемы с собственным развитием. Именно Монтессори стала одной из первых, выдвинувших теорию не только медицинской, но и образовательной проблемы при взаимодействии общества и детей, страдающих отклонениями нейропсихологического спектра. На своем примере Мария Монтессори доказала, что нужно не только лечить, но и учить особенных детей, и что методика такого рода приносит свои плоды. Джон Дьюи Американский реформатор посвятил всю свою жизнь прогрессивному развитию средних образовательных школ в США. Дьюи критиковал систему работы школ. Дети не могли использовать полученные там знания в реальном мире и считали обучение рамками, давлением и рутином. Его целью было сделать из школы импровизированную модель демократического общества, чтобы она стала самой жизнью, а не подготовкой к ней. Основал трудовую школу, где ученики вместо того, чтобы витать в облаках, приобретали полезные практические навыки, например, шили и ткали. Такой подход к обучению помогал детям быть самостоятельными и способными к самореализации. Идеи Дьюи пришлись по нраву Ленину, и он начал задумываться о создании новых школ по американскому образцу, однако с приходом Сталина из процесса образования исключили любые эксперименты. На этом тест окончен. Как обычно, делитесь в комментариях своими результатами и напишите, помните ли вы своего первого учителя. Субтитры создавал DimaTorzok